Здравствуйте! Это мой этот сервер, на котором я сам играю. И покажу, что я достиг тут за такое длительное время. Так, ну надо взять корзинку и вот так сделать трупик, чтобы он не оставался. Вот моя небольшая база с моими огородиками. Сначала я иду по огородику всегда и кушаю внизу, собираю все для того, чтобы был полный ям. Так, так, это тоже забрать. Тут я выращиваю розы. Понятно зачем, чтобы вставить их куда-нибудь. Так, а я походу забыл переобуться. Да, морковочка, виноградик. Тут у меня растет пшеница, много пшеницы, тут пристанище для коня, лишние шапки. Эта шапочка получше будет, тут я проволоку делал, это я рубил. Мой огород выглядит примерно вот следующим образом. Так, вначале нужно скушать немножко кукурузки. Так, применяем. Запихиваем, немножко чесночка тоже пригодится. Так, теперь огурчик прихватим, ему даже уже некуда лезть. Ладно, этот рядок оставим до потом. Таким образом я набиваю себе полноценный ям. У меня тут еще есть перчик, помидорчик и картошечка. Ой, я хотел съесть кукурузку, ну ладно. Вот, картошечку тоже тут делаю. А затем у меня есть небольшой загон, тот, которым растут животные. Есть коровка и две уточки, вернее пять уточек, там еще уточки. Тут мы получаем яйца и прочее счастье. Так что домик вышел нечеток. А одежду, разумеется, я делаю вот, вот там, вот там у меня есть лом. Вот так бегу-бегу, у меня очень много всего сделано. Ну, по сути, больше ничего не надо для счастья. Вот мое средство передвижения первого уровня, у меня есть и второго уровня. Тут у меня кухня. Вначале можно попить молочко или скисшее с киммилка. Скисшее молоко, сливки, не помню как. Тут есть куча блюд. И есть вот этот столик, который вас дает 60 пунктов хп. Печка, всякие недорезанные штуки. Вон, можно порезать разные типы еды. В общем, чаще всего я даже не успеваю дойти до тортов, прежде чем умираю, благодаря тому, что питаюсь всяким юмом. Еще я люблю использовать бутерброды. Вот такое вот местечко. И тут опять скисшее молоко, и можно питаться вообще бесконечно. Оно слишком много. Тут у меня стоит машина. Машина, стоит машина, но я не вижу... Хе, кто-то стырил? Керосин? А не, вот, все на месте. А вот мой керосин, собственно. Вот, собственно, и вся база, такая небольшая. Полное выживание. Лучшая одежда. Но лучшая одежда, с учетом, что она никогда не портится. Можно, конечно, разовую одежду. Очень много кроликов было. У меня их там целый лагерь внизу. Можно, конечно, их вообще загнать лопатой где-нибудь поближе. Но что-то не заморочился, потому что, если посмотреть их там, вон, целая толпа. Сейчас прибегу, покажу. Побежали, 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 побежали. Побежали. Посмотрели. Кроликов много. Их просто неизвестно, куда девать и зачем. Тут и есть корень. Ну, в общем, все, что надо есть. Много деревьев. А, собственный сад я посадил. Сейчас покажу. О, можно наконец-то дойти до кукурузки. Отлично. Покажу собственный сад деревьев. Ну, он был посажен через попу на коробку. Ну, как, не очень удачно. Мне нравятся деревья вот из этих, чтобы их по две штучки привозить. Кладешь в стак две штуки, пихаешь, и получается, что привозишь в два раза больше дров. Это мне для распалки. Вот. Теперь у меня есть еще машинка вот эта, которая. Деливери. Некоторое количество топлива. И, собственно, бесконечный, благодаря керосину, источник железа. Вот тут слева. Воду возобновляю по обычному принципу. Ничего гениального нету. Вот мой источник железа. Пихаешь керосин, пихаешь эту штучку. Ой. И пользуешься бесконечно. Вот так и живу. Единственное, что в игре еще можно сделать, это какую-нибудь крутую тачку. Ради прикола. И можно еще сделать огород поливом. Вот, собственно, огород поливом я и планировал заняться в ближайшее время. Автополив. Вот. Я начал подбирать некоторое количество стилродов для такого дела. Но для начала я начал добывать железо. Вот тут три стака. Там еще два стака. Ну и этим нужно заняться. Вопрос в том, что, как бы, по поводу блюд, не знаю, уже все, что можно приготовлено. Вон, стаков бин така, стаков бин така, стаков, есть такой. Стаков бин бурритос, бин, бин, то же самое. А тут был какой-то другой. Пиццы, всякие. Ну, в общем, еды больше, чем нужно. Еще есть кролики, еще есть индюшки. В общем, живется хорошо. Есть вот этот фист тейбл. Недавно катался. А, Сью есть. А вот броуз этого, как его, бульона нету. Потому что я еще не доел ни одну, ни одного этого. Carved turkey don't plate. В общем, жареная индейка. Не докушал по простой причине, что... Да просто потому, что до нее не доходит дело. А пока выпьешь молочко, пока выпьешь скишь штуку, пока съешь все по мелочи. А там смотри уже и жизни конец. Кто слушал, молодец. Вот. Почему я, повторюсь, я перестал снимать. А, вот я вот эту штуку не доделал. Тут какие-то нужные ингредиенты хитрые. И стоит ли оно того? Оно восстанавливает 7 пунктов. Я для себя еще не решил. По поводу того, почему я дальше не снимаю. Ну, во-первых, потому что я слишком долго на видео разбирался. И это очень многих смущало. То есть, пока я там туплю, я и так монтаж делал, и прочее делал долго. А так я сел себе тихонечко, прошел. Во-вторых, две мои базы заснайперили. И, по сути, начали с ними делать нехорошие вещи. Не знаю, зачем, кому это нужно. Кто-то, видимо, один человек, видимо, пытался мне помочь. Напихал мне каких-то ресурсов дополнительных, принес. Большое, конечно, ему спасибо. Но суть прохождения соло была в том, что я прохожу соло. Мне не нужно приносить кучу полезностей. Я их сам хотел добыть. Всякие грибы, съездить там на юга. И в другие полезные места. По поводу воды. Вот она у меня возобновляемая. Если присмотреть, у меня почти все цистерны наполнены. Вот еще можно одну цистерну поставить. И будет огород по подобию обычных огородов. Не уверен, что смогу корректно сделать поливку. Но хочется очень. Может быть, перееду. Ну и да, у меня есть добытая как-то нефть. Сейчас покажу. А то вдруг вы подумаете, что я пришел в чужую базу. И все тут сам стырил. Нет, это все самолично сделано. Вот мои шарики. Лежащие. Вот остатки костра. Он, походу, даже не пропал. Тут мы накачиваем масло. И оно некоторое время еще не кончится. А потом мы поменяем точку для добычи керосина. Пока что все хорошо. Если я сделаю еще канистры, я запашусь на очень долго. Ну, собственно, как говорится, игра пройдена. Что тут еще можно делать интересного? Я больше стал играть на большом сервере, потому что понимание многих простых вещей стало лучше. Приходишь туда. Приходишь туда. Творишь там всякую полезную дичь. Смотришь, как поселения вымирают и заново рождаются. Понимаешь бессмысленность бытия. И уходишь из игры, думая. Да. Опять новички пришли, ничего не знают, ходят, спрашивают. Опять набежали эти, как их, господи, гриферы. И все ломают, мешают играть. Нехорошие люди. Бананчики есть. Что там мне нужен? Психоплесилацейп микро... Этот, мушроп. Ну, машинкой я пользуюсь, когда я захожу надолго поиграть. Когда захожусь ненадолго, я и не пользуюсь. Инструменты все есть, железо есть. Думаешь такой. Хоть замок строй. Была у меня идея построить великолепную штуку такую. Я ее называл Великий Лес. Обнести большим-большим лесом все свое поселение. Потому что недавно я ходил... Ездил на машине за ингредиентом для стекол. Хотел что-то с ними придумать. И пока я ездил за этим ингредиентом, нечаянно слез с машин, меня укусила змея. Я потерял свою машину. Долго искал. Никаких ориентиров на карте. На большом сервере есть большая дорога. Она является офигенским ориентиром, куда двигаться и как. Ты всегда примерно знаешь, что и где находится поселение, где дорога. А у себя я искал, наверное, полторы жизни я искал путь домой. Нашел чужое поселение с машиной. Тут игрок активно играющий есть. И я взял машину, поехал на ней. Нашел свою машину, поставил метку. Удобненько, да? Слева. И потом вернул человеку машину. Я и планировал вернуть, в принципе. Но тут человек вошел, спросил, ты не брал мою машину? Я сказал, да, я взял твою машину. Я потерял свою машину. И нечаянно нашел твое поселение. Я зарядил керосином твою машину, чтобы быстро найти свое поселение. И сейчас все верну. Я пошел, вернул. Типа, а что? Что такого? Вернуть это нормально. Что я тут еще размусоливаю? Ну, можно одежды много сделать. Вот, например, в соседнем поселении. У человека там прям гостевые ящики так лежат удобненько. Ну, ладно, давайте, давайте покажем. Давайте покажем, что мы можем ездить на машине. А то вдруг вы думаете, что я о него не умею. Вот, я еду на машине. И я могу ехать направо. Смотрите, смотрите, как это удобно без зума. Я не знаю, как вообще без зума играть. Вот, как вообще на Delivery в этой игра предусмотрена ездить? Вот, базовый зум игры. Вот такой или вот такой? Вот, вот такой. Ну, и как вы планируете вот при таком зуме находить дорогу? Ух ты, это что? А, это лаги. Это гриб. Так, у меня где-то на нуля. Где-то 800 человек тут справа поселился. Спасибо большое, что он держит машину на этой же высоте. И не обиделся за то, что я взял у него. Я нашел еще одно место с машиной в левом нижнем углу. Но, да, так будет лучше ехать. Я надеюсь, что вы не обидитесь на меня за этот невероятный зум. 600, где-то на 800. Не близко, не близко. Я от этого человека шел пешком, и это было очень непросто. Ух, аж в лазах рябит. Так, летим мы навстречу. Навстречу друг другу. Вот, вижу же какие-то следы. А, вот, все. Вот. И как бы я это безумно нашел? Вот, смотрите. Человек тут просто бесконечно убивает кроликов. Ложит, кладет или ложит одежду. Делает дружелюбные столы. Вот морковка. Вон лошадь. Такой парк небольшой. И тут тоже делает, ну, походу, что-то интересное. Вот все печки. Но у него снаружи, у меня внутри. Но зато у него тут огородик такой побольше. У меня, например, я не знаю, зачем люди садят так много этого. Госбери, если хватает меньше. Вроде по огороду у меня есть все, что и у него. Да, это все есть. Это есть. Это есть. Это есть. Зачем, непонятно, две грядки. Да, у меня даже больше. У меня виноградик есть. Вау, вау, вау. Вау, 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 вау. Вот это залагало. А, не, вот у меня нету, это, кабачков. Вот, что нету, так это кабачков. Смотрите, тут прям заготовки на века. Человек прям, я не знаю, не человек, а машина. Столько сделать. Проделанная работа. Тут еда. Ну, дом недоделанный. Не знаю, почему. Вот он немножко разрушился даже. Вот, тоже непонятная комната. Функционал. Но тут приходишь, берешь одежду. Возможно, этот человек тут заселился. Вон, смотрите, сколько тканюшки. Да, вот у меня нету кабачков, но я даже не помню, для чего их делать. А, я еще вино не сделал. Вот я для вина, собственно, и делал заготовку бутылок. А, собственно, и бутылки для этого привез. И потерял машину. Потом побегал, побегал и так немножко подзабил. Вот. Ну, потом перешел на большой сервер. Потому что... Ну, что еще тут можно поделать? Двигатель, получается, я делал два раза. Я хочу еще сделать двигатель для полива и двигатель для этого. Двигатель для посева. То есть, один скапывает, а другой еще это. Ну, то есть, это нормально так работает, а потом еще сделать трубы. Да, вот, видите, вот эта линия, по которой мы едем. Едем, 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 едем. Ну, ничего страшного. Минус один террасинчик, то ничего такого. Вот, вот, показываю, что я достиг. На каком сервере, не скажу. Будьте добры, не сталкерите меня, пожалуйста, не приносите мне вкусняшек. Я играю сам, мне неинтересно брать чьи-то достижения. Мне интересно самому, ну, типа, пройти игру. Ну, это ж как... Как будто прошел игру сам. Так, что тут у нас поесть еще? Вот. Так что, всем спасибо. Это... И до новых встреч, если вам нужен какой-то неведомый гайд. Хотя, какой тут может быть гайд. Уже. Пишите. Пишите.